Засечные линии Они играли очень важную роль Именно в структурировании И формировании пространства Пространства и поселенческого, и военного И экономического, и социального Засечные линии – это фортификационная система Которая расположена на двух континентах И на территории Европы, и на территории Азии И при этом надо отметить, что Сформировавшаяся с ней поселенческая система Определила и современную историю Нашей страны Особую роль играли Линии, сформировавшиеся в Поволжье, в Закамье Старая Закамская линия Она получила свое название И развитие Не только в XVII веке Это была история развития Этой территории и в предшествующие века Относящиеся к XVI веку Наиболее ранние укрепления В предволжье и Закамье И в районах бассейна реки Камья Появляются с включением Территории Среднего Поволжья С завоеванием Казанского ханства Именно с периода Второй половины XVI века Появляется Тютюшская крепость Лаишевская крепость Они были расположены на том берегу еще Камы Но создавали именно Те военные административные центры Формирующие центральную государственную политику Российского государства Тютюши были частью большой засеченной линии И с ее развитием И формированием связано сложение Острожной системы засеченных линий И управления на территории Прикамья И ее развития В контексте сложения поселенческой структуры И обеспечения безопасности Мы отмечаем, что эта тенденция Выразилась и в появлении населенных пунктов В Закаме Конечно, их безопасность Не была полностью обеспечена И вопрос расселения на этой территории И угрозы, которые были связаны С набегами в полон Стояли достаточно серьезные проблемы В деятельности засеченных линий Надо отметить, что были вовлечены Многие народы среднего поолжья Это и татары, и мордва Они являлись военнослужилым сословием Если мы рассматриваем период, например Конца XVI века То по списочному составу До одно третей состава Это были местное население Обеспечивающее военное службу И охрану границ на этой территории Это представлено как населенными пунктами Так отдельными представителями администрации Которые формировались с этих лиц Эта тенденция сохранялась И в XVII веке Мы обращаясь, например, к соборному уложению XVII века 1649 года В разделах, связанных с поместным землевладением С водчинным землевладением Видим большие разделы Посвященные по формированию Земельных угодий И обеспечению поместным владением Для татар, мордвы И это аспект вовлеченности этих групп населения В строительстве этих укреплений И фортификационных сооружений Всегда был частью развития засеченных линий И, конечно, вот в закамских линиях Участие этих групп населения Было также неотъемлемо Неразрывной части Закамская линия Ее сложение было Частью развития Симбирской линии И начало строительства Закамской линии Предполагало ее формирование От района Крепости Белый Яр Белоярской крепости И ее развитие По закамью Включая территории Центрального положения Это районы Беляра Шишминска И выход линии укреплений До Мензелинска Создавалась сплошная линия То есть она развивалась В системе Уже устоявшихся Засеченных линий Предполагавших собой Наречие как Сплошных линий Засек С использованием Лесных массивов Также здесь Строили сплошные линии Валов Сохранившиеся очень хорошо На территории Ульяновской области На территории И Татарстана Самарской области И в ряде случаев К формированию фортификации Подключались и старые Укрепления Которые были Частью этой системы В частности Это Белярдское городище Оно расположено На территории Центрального закамья В Алексеевском районе Республики Татарстан Элементы фортификации Сохранившиеся на Несколько километров Валов Белярдского городища Еще до Могольского Времени возведенного Оно было Включено в систему И закамской Линии укреплений При этом надо отметить Я уже Говорил об этом Закамская линия Она носит название Еще старой Закамской линии Это связано с тем Что с развитием И освоением Активной этой территории Происходило Расселение И на новые Территории Южнее И засеченные линии Вот даже на примере Закамской Линии показывают Вот эту устойчивую Структурную роль В формировании Общероссийского Культурного пространства Полиэтничного Но при этом Обеспечивающего Устойчивое И стабильное Развитие И сегодня В истории Структуры Закамья Те центры Которые Возникли В этот период Сохраняют свое значение И являются С определяющим При этом надо отметить Что их развитие Было тесно связано С предшествующей историей И развитие Притянуто К тем Маршрутам Обеспечивающих Безопасность Перехода В ряде случаев Через Речные препятствия В ряде случаев Они обеспечивали Безопасность Движения По сухопутным Территориям Через Лесные массивы Например Движение Через Реку Кама Связанное С Районом Современного Города Лаишев Фиксировало Дорогу Она В последующем Получила Уже в 18 веке Название Оренбургский Тракт То есть Это был Устойчивый Сухопутный Маршрут Который Шел Из Центрального Закамья В Центральную Азию И проходил Через Поселенческие Центры Сформировавшиеся В ряде случаев Еще в Домонгольское Время С появлением Засеченных Линей Они приобретают Новый Импульс И Становятся Крупными Поселениями И При этом Через них Проходят Именно Исторически Известные Дороги То есть Если Она До Оренбургского Тракта Называлась Ногайская Дорога То Как раз Она Отображает Направленность Этого Движения Которое Было Сформировано На этой Территории Таким Образом Говоря О Закамских Линиях О Старозакамских Засеченных Линиях Надо сказать Что Их Сложение И Развитие Было Этапом В Формировании Общей Системы Обеспечения Безопасности Обеспечения Экономики Интеграции Населения Для Тех Территорий Где Они Были Созданы При Этом Развитие Именно Закамской Линии Создало Предпосылки Для Сложения В последующем Новой Системы Укреплений Получившей Название Как Новозакамской Линии Но это Другая Уже История Новый Этап Относяющийся К 18 Веку Отображающий Также Связь Между Общей Государственной Политикой Которую Проводилась Со стороны Российского Правительства И устойчивость И эффективность Этих систем В обеспечении Безопасности И формирование Тех экономических Политических И военных Интересов Российского Государства И Закамская Линия В своем Развитии Стала основой Формирования Многонациональной Культуры Среднего Поволжья И эти тенденции Мы будем наблюдать И в последующем И Они станут Предтечей К формированию Новозакамской Линии